В эфире телеканал АПС, информационная программа «Панорама Севера». В студии Денис Куклин. Здравствуйте! Архангельскую область с рабочим визитом посетил президент страны Владимир Путин. Он побывал на горно-обогатительном комбинате имени Гриба, а также провел совещание о социально-экономическом развитии нашего региона. О чем говорил президент с политиками, предпринимателями и общественными деятелями региона, вы узнаете прямо сейчас. Вопрос социально-экономического развития Архангельской области президент страны Владимир Путин решил обсудить не только с губернатором региона и коллегами из федерального правительства, но и с теми людьми, которые в это развитие вкладывают собственные средства руководителями предприятий. Здесь, в отличие от других регионов, несмотря на то, что у нас темпы в целом стали поскромнее, но экономика развивается. И развивается очень неплохо, я бы сказал. По отдельным направлениям у нас совершенно очевидно, есть очень хорошие перспективы. Дело даже не в темпах, а качество меняется в лучшую сторону постепенно. Специалисты из различных отраслей экономики получили возможность высказать свои пожелания и предложения напрямую главе государства. Так, директор Центра судоремонта «Звездочка» Владимир Никитин посетовал на то, что до сих пор высокотехнологичное оборудование для гражданского судостроения закупается за рубежом, хотя аналоги многих установок и приборов уже изготавливаются в том же Северодвинске. Мы, в частности, в Северодвинске освоили современные винторолевые комплексы. Сегодня мы шаг за шагом осваиваем их производство. Если будут заказы, то мы тогда получим дополнительные компетенции, которые позволят нам фактически локализировать на наших российских предприятиях до 70 и более процентов производства комплектующих. Тема замещения импорта и увеличения заказа для российских компаний не нова. На подобные меры правительство уже пошло в станкостроении. Оно запретило воссоборудование из-за рубежа, если его аналог производится на отечественных предприятиях. Проработают на федеральном уровне и вопрос по «Звездочке». Инициативу руководителей предприятий президент поддержал и в вопросе увеличения штрафов для компаний, которые выпускают на рынок фальсификат молочной продукции и не дают развиваться добросовестным производителям, и в отношении сохранения промысла на Ваге в Онежском районе. По итогам встречи глава государства и его коллеги подготовят ряд поручений федеральному правительству. По словам Владимира Путина, ни одно из них не является невыполнимым. Алексей Карельский, Алексей Шаршов, Панорама Севера. После совещания в правительстве области Владимир Путин приехал в Северный Арктический федеральный университет. Встреча со студентами вуза стала завершением визита главы государства в нашу область. Какие вопросы задавали президенты учащиеся, расскажет Елена Матвеева. Она сжимает блокнот с автографом Владимира Путина, но все еще не верит. Я говорила с президентом. Магистран Сафу Мария Трофимова, участница Арктического плавучего университета, одной из первых смогла задать свой вопрос главе государства. Эмоции у меня, конечно, адреналин до этого зашкаливал. Но когда Владимир Владимирович зашел в аудиторию, подошел, поздоровался за руку, не знаю, у меня какое-то спокойствие сразу. Вот человек рядом с нами, я понимаю, что этот человек тоже, как и мы все. С президентом Мария решила обсудить образовательные стандарты. Не стоит ли уже с первых курсов особый акцент при подготовке студентов сделать на практике, а не на теории. Президент сказал, что это дело Министерства образования, но добавил. Разумеется, чем раньше человек начинает соприкасаться со своей специальностью, тем лучше. И еще лучше, если имеет место конкретная работа в компаниях, фирмах, которые занимаются практической деятельностью. Вся практика, она незаменима. Об арктическом регионе на встрече в САФУ говорили не раз. Так глава государства отметил огромный планетарный интерес к месторождениям в Арктике. И интерес этот от международной политической ситуации не снижается. Обстановка, она всегда сложная. Она, когда бывает такая спокойная, когда нам гуманитарную помощь присылают. Как только Россия становится посильнее, там сразу почему-то обстановка усложняется. А сотрудничать мы все равно будем. И с нами будут сотрудничать. Причем активно, я даже не сомневаюсь. Интерес к нашим запасам Арктики просто колоссальный. Он общепланетарный. Темы на встрече в САФУ затрагивали самые разные. Говорили и о программе развития федерального вуза, и о совершенствовании его научно-образовательной базы. Не обошлось и без волнующей всех студентов темы поддержки молодых специалистов и предоставления жилья молодежи. В конце встречи традиционное фото на память и импровизированная автограф-сессия главы государства. Владимир Путин оставил свою подпись в блокнотах тем, кто в этот день к своим достижениям научным и творческим прибавил еще одно. Я говорил с президентом. Елена Матвеева, Сергей Минин. При поддержке медиа-центра САФУ. Арктический мост. Панорама Севера. От новостей федеральных переходим к новостям местным. Рейтинг ведущих политиков региона составил экспертно-аналитический центр САФУ. Третье место у сенатора от Архангельской области в Федеральном собрании России Константина Добрынина. На второй строчке мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Первое место занял мэр Архангельска Виктор Павленко. Сегодня в Архангельске состоялось открытие 6-го Северного межнационального форума, в ходе которого на площадке около Успенского храма был заложен памятный камень Хачкар, что символизирует камень с необычным армянским названием и почему он появился в нашем городе в материале Артемия Заварзина. У каждой национальной культуры есть свой символ. В Армении это хачкар, так называемый крест-камень. Центральный его символ – распустившийся подобно цветку крест, олицетворение вечной жизни. Под крестом высечен круг – воплощение христианской веры. Открытие армянского хачкара на поморской земле продиктовано историей и современностью. В регионе проживают почти две тысячи армян. Из них половина в Архангельске. Данный памятник символизирует сегодня дружбу двух народов и духовное единство, так как и армяне, и русские, и христиане. То есть это для нас только некая часть гордости тоже. Авторы памятника – мастера из армянского города Армавир. Появление на архангельской земле хачкара тем символичнее, что совсем скоро город отметит большой юбилей. По последней переписи у нас проживает 107 национальностей. Среди них одной из многочисленных национальностей являются армяне. Их более тысячи человек. И, конечно, такие символы, как духовность, культура, сохранение языка – это очень важно. В городе Архангельске, как и всегда, здесь толерантная обстановка. И всем национальностям живется очень комфортно. Мы живем единой семьей. Я всегда говорю, что у нас нет национальности, мы россияне. В рамках Дней армянской культуры горожан и гостей города ждут на выставке «Мост дружбы», посвященной Дням армянской культуры в Архангельске. А в День России, 12 июня, на праздничный концерт в Архангельском городском культурном центре. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Панорама Севера. В столице Поморья подвели итоги конкурса «Нам хорошо вместе». В нем приняли участие семьи, которые воспитывают усыновленных детей. Конкурс проводится уже в пятый раз. О том, кто одержал победу в этом году, расскажет Мария Воробьева. Шестилетняя Наташа Кушкова не достает до стула без табуретки для ног, но зато уже владеет азами игры на домре. Частушки в исполнении Наташи и совместный номер семьи Якимовских вызвали у зрителей веселье и восторг. Именно семье Кушковых присудили победу в городском конкурсе приемных семей «Нам хорошо вместе». Мы действительно показали себя, потому что я не думала, что Наташа может выступить, потому что у нас был концерт «Дню семьи», и они там, скажем, нам показалось, что не очень выступили, а здесь они уже по-другому. И я не ожидала, что она на сцене так себя ведет. Ну, то есть может. Как? Профессионально. В Архангельске первые приемные семьи появились 15 лет назад. И вот уже пятый год городской конкурс «Нам хорошо вместе» собирает самые дружные творческие семьи, которые приняли на воспитание детей. Конкурс проводится в рамках городской целевой программы «Семья и дети Архангельска». И именно то, что мы пытаемся поддерживать за счет муниципалитета приемные семьи, и та работа, которая началась уже много лет назад в городе Архангельске по работе с приемными семьями, она сегодня дает свои результаты. На 1 января 2014 года у нас было 176 приемных семей, в которых воспитывалось 221 ребенок. А на сегодняшний день у нас уже 208 приемных семей и 246 детей. В конкурсе «Нам хорошо вместе» приняли участие 6 семей. Без наград в этот вечер не ушел никто, но главная награда для участников – это осознание того, что каждый из них – часть большой семьи, в которой всем хорошо вместе. Мария Воробьева, Сергей Минин, «Панорама Севера». Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. С 2007 года в Архангельской области выдано 42 384 сертификата по закону о материнском капитале, 75 владельцев сертификатов – отцы. Большинство распорядилось этими деньгами на улучшение жилищных условий. Двое отцов решили направить материнский капитал на образование детей. 10 июня почетному гражданину города, главному врачу городской клинической больницы Архангельска, Еликаниде Волосевич исполнилось бы 86 лет. С 1960 по 2008 год Еликанида Егоровна работала главным врачом 1-й городской клинической больницы Архангельска. Награждена многими правительственными наградами. Удостоена звания «Народный врач СССР». Полгода спустя в память о Еликаниде Егоровне Волосевич на здании больницы была установлена мемориальная доска. У трех выпускников Архангельской области аннулированы результаты ЕГЭ по математике. Такое решение приняли на заседании Государственной экзаменационной комиссии региона. Математику 5 июня сдавали более 7 тысяч выпускников. Были зафиксированы три случая нарушений в Архангельске, Плесецке и Коряжме. У двух школьников изъяли телефоны, у одного шпаргалку. Перездать экзамен можно лишь через год. За лето в Архангельске планируется привести в порядок более 750 тысяч квадратных метров газонов. Такова общая площадь зеленых зон и газонов, расположенных вдоль магистральных дорог и мест общего пользования парков и скверов. Сегодня, 10 июня, подрядные организации приступили к похозу травы. Также продолжаются работы по озеленению и высадке цветов. В округе Воравино-Фактория за счет сэкономленных средств дополнительно высажено 44 дерева. Молодежные бригады из школьников активно разбивают клумбы и высаживают цветы в Соломболе и Майской горке. К ним присоединяются активные горожане, благоустраивающие свои дворы. Самооборона, как раздел боевых искусств, включает в себя не только умение защищаться, но и противодействовать противнику. Сегодня в рубрике «Вопрос дня» мы задали жителям нашего города вопрос. Необходимо ли умение владеть навыками самообороны в повседневной жизни? В повседневной жизни нужно владеть навыками самообороны, поскольку бывают всякие ситуации в жизни и надо ответить, если что. Кто хочет, он владеет, кто не хочет, не владеет. В принципе, сейчас-то можно все, что угодно. Я не считаю, что необходимо. Всякие ситуации жизненные бывают. Бывает, что нужно себя суметь защитить, скажем так. Особенно, да и в принципе и мужчинам, и женщинам без разницы. Ну, по-моему, нужно, потому что мало ли что, пригодится пьяные всякие компании, ходят вот даже по той же Чумбаровке. Девушкам нужно уметь постоять за себя, мужчинам. Я думаю, это не поможет. Если человек хочет что-то сделать с тобой плохое, то там самооборона никакая уж тебя не спасет. Я думаю, что в нынешнее время нужно иметь навыками самообороны, так как нынешний мир опасен и не предугадать, на каком углу тебя подстригут. Три дня на Котловском стадионе «Вокомотив» шли ожесточенные футбольные баталии между мальчишками 2001 и 2002 годов рождения. Ребята сражались за кубок и звание чемпионов Архангельской области 2014. Репортаж из Котлоса. Это ежегодный областной турнир по футболу. В Котлосе он проводится второй год подряд. Главными действующими лицами по традиции стали футболисты из Котлоса, Архангельска, Коряжмы и Няндамы. К сожалению, ожидалось еще две команды, но причины от нас независимых не приехал. Березник и Коряжма футболисты. Но соседняя Коряжма все-таки была представлена на празднике футбола. За коряжмских футболистов отдувались коряжмские хоккеисты. Игровое поле размером 40 на 60 метров, а именно такие параметры стандартны для футболистов до 14 лет, стало большим преимуществом для хоккеистов с мячом. Ведь они привыкли бегать по площадкам почти в два раза больше. Мы надеемся их перебегать, просто потому что в хоккей мы более выносливые. Мы играем на целое поле. И за счет этого мы надеемся их переиграть. Любопытно, но коряжмским спортсменам все же удалось обыграть одну из команд. Против их натиска не устояла сборная Няндамы. Она замкнула турнирную таблицу. Коряжма на четвертом месте. Что касается тройки лидеров, здесь главной сенсацией стали котласские футболисты из команды «Строймакс». Еще перед началом состязания ребят разделили на две сборных – «Котлас-1» и «Котлас-2». Это не только увеличило количественный состав турнира, но и позволило сыграть в чемпионате гораздо большему числу юных футболистов. Главными соперниками «Котлашан» традиционно стали архангельские спортсмены из клуба «Северная Двина». Наш футбольный клуб насчитывает более 600 детей по всей Архангельской области. Наша команда существует всего лишь год. За это время мы стали чемпионами города Архангельска по мини-футболу и по большому футболу, а на первенстве области в зале заняли третье место. Я считаю, что наш главный соперник, как и в прошлом году, мы хотим его отдалить – это «Строймакс». В прошлом году по мини-футболу мы проиграли 6-1, но сейчас мы хорошо настроены и надеемся выиграть. Но и на этот раз «Фортуна» была на стороне котласских спортсменов. Причем шансов на победу архангелогородцам не оставили оба состава «Строймакса». Команда номер один, не проигравшая за весь турнир ни одного матча, заняла первое место. Команда номер два – второе. «Северная Двина» из Архангельска на третьей позиции. Помимо традиционного кубка и наград областного чемпионата, котлашане получили путевку на первенство Северо-Западного федерального округа. Зональные соревнования по футболу пройдут в Северодвинске с 7 по 13 июля. Далее выпуск информации о курсе валют на 11 июня. По данным Центробанка, на 11 июня доллар 34,37 рубля, евро 46,73 рубля. Выпуск нашей программы завершит прогноз погоды. А затем смотрите передачу «В центре внимания». Эксклюзивное интервью нашему телеканалу дал мэр Архангельска Виктор Николаевич Павленко. На сегодня это все новости. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии был Денис Куклин. До встречи. Погода на 11 июня. В Вельске обещают пасмурно. Воздух прогреется до плюс 20. В Котласе по-прежнему тепло, ясно и плюс 20 на термометре. В Мирном солнечно и такая же температура. В Новодвинске малооблачно, плюс 21. В Архангельске 11 июня обещают ясную погоду. Утром плюс 17, днем 20, а вечером 15 градусов тепла. И ветер северо-западный. Продолжение следует. Продолжение следует...